Всем привет! На связи инженер-электрик Екимов Игорь. Три года назад я опубликовал видео «Почему убрет электронный счетчик». Это видео уже набрало более 1 миллиона просмотров и более тысячи комментариев. В комментариях многие зрители спрашивают про умные счетчики на столбах, так как не доверяют их показаниям. В этом видео разберем, как проверить этот счетчик и почему он может врать. Ссылку на прежнее видео я оставил в описании. Многие люди сталкиваются с резким увеличением счетов за электроэнергию при установке умного счетчика на столб. Можно сразу написать заявление в энергосбыт, чтобы они проверили как сам счетчик, так и правильность подключения. Но часто энергосбыт ограничивается отписками или присылает специалистов, которые ничего не находят. Что делать в таком случае? Оставлять как есть не стоит. Без вашей инициативы вряд ли кто вам поможет и вы, возможно, будете платить за электроэнергию, которую не потребляли. Стоит убедиться, что счетчик действительно показывает правильные показания и вы платите только за ту электроэнергию, которую реально потребляете. Конечно, для энергосбыта крайне выгодны такие счетчики. Во-первых, не нужно ходить проверять показания счетчиков. Показания в диспетчерскую приходят автоматически. Во-вторых, если абонент задолжал, то к нему не нужно вламываться с полицией, чтобы подключить электроэнергию. Ее можно отключить дистанционно, прямо в диспетчерской. В-третьих, невозможно незаметно сделать подключение в обход счетчика. Таким образом, решается проблема с воровством электрической энергии. Для конечных клиентов удобств практически нет. Пульт, который выдается клиенту, показывает мало информации. Как правило, только потребленную электроэнергию в двух тарифных зонах и суммарную потребленную электроэнергию. Единственное достоинство, такие счетчики предоставляются бесплатно. Самостоятельно залезть на столб, чтобы проверить правильность подключения, вы вряд ли сможете. Это область энергетиков и обычный электрик вряд ли вам поможет. Но давайте разберемся, как проверить показания счетчика и из-за чего этот умный счетчик может врать. Как проверить правильность показаний нового счетчика? Обычно старый счетчик в доме не снимают. Счетчик на столбе становится учетным, а счетчик в доме соответственно контрольным. По учетному счетчику им начисляются счета за электроэнергию. К умному счетчику предлагается пульт, по которым можно контролировать показания счетчика. И вот как раз контрольным счетчиком и можно проверять показания умного счетчика на столбе. Поднесите пульт к контрольному счетчику в доме и сфотографируйте. Потом через некоторое время повторите процедуру и сравните сколько подсчитал учетный счетчик и сколько контрольный. В идеале эти показания должны совпадать. Если у вас двухтарифный счетчик, то при съемке проследите, чтобы оба счетчика показывали суммарное потребление по обоим временным зонам. Чтобы использовать эти снимки для подачи претензии к энергосбыту, контрольный счетчик должен быть электронным и классом точности не менее двух. Я не рекомендую демонтировать старый счетчик, так как он со временем может пригодиться. И не только как контрольный, он может стать опять учетным, если со счетчиком на столбе будут проблемы. Что делать, если эти показания сильно расходятся. Можете повторно подать заявление в энергосбыт на проверку счетчика и его подключение вместе со сделанными вами фото, как доказательство, что счетчик показывает неправильно. Плюс к тому, заявление попросите, чтобы в диспетчерской проверили, что счетчик работает без ошибок. На своем пульте к счетчику вы эти ошибки не увидите. Вам могут сделать новую проверку, поменять счетчик или могут сделать ваш внутренний счетчик учетным, а счетчик на столбе контрольным. Но на этом нужно настоять, так как это исключение из правил. Я видел в интернете, что люди реально этого добились, так как доказали, что счетчик на столбе отправляет в энергосбыт неправильные показания. Более полно с нормативами. Вы можете познакомиться с постановления правительства номер 442 о функционировании розничных рынков электрической энергии. Если у вас проблемы с установленным счетчиком, то внимательно изучите 10-й раздел этого постановления. Последняя редакция этого постановления находится по ссылке в описании. Наиболее часто происходят проблемы с умными однофазными счетчиками с двумя датчиками тока. Примером такого счетчика является энергомера CE208 модификации C2 и C4 или однофазный счетчик Миртек. Данные умные счетчики устанавливаются на столбе. Потребителю дается пульт, по которому он может контролировать показания. Если вам установили счетчик на столбе и не выдали пульт, то обязательно пойдите в энергосбыт и потребуйте выдать этот пульт и руководство по эксплуатации на счетчик. В идеале должен еще быть акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Но я не слышал, чтобы клиентам выдавали ее на руки. Но попросить его тоже стоит. Какая наиболее частая проблема с подобными счетчиками с двумя датчиками тока, которые устанавливаются на столбе? При подключении через него заводят место нейтрального проводника ПЭН-проводник, который объединяет токи нейтрального проводника и защитного. Если у вас после счетчика сделано разделение на нулевой защитный проводник согласно системе заземления ТНСС и сделано повторное заземление, то токи в заземляющем проводнике будут суммироваться с токами нейтрали и станут восприниматься счетчиком как потребленная электроэнергия. При этом счетчик с двумя датчиками тока за основу для подсчета электроэнергии берет больший ток. И чем лучше вы сделали заземление, тем больше ток через счетчик будет идти с ПЭН-проводника линии. Откуда берется этот ток, я рассказывал в другом ролике. Ссылка есть в описании. При этом защитный проводник, согласно ПУЭ, нельзя рвать входным автоматом дом. И даже если вы входной автомат отключите, то ток все равно будет идти через датчик в нулевом проводе счетчика через заземление. И счетчик исправно будет подсчитывать электроэнергию. А энергосбыт будет выписывать счета за электроэнергию, которую вы реально не потребляете. Что делать в этом случае? Самым правильным решением является разделение ПЭН-проводника на нулевой и защитный еще до счетчика. Через датчик тока в нейтральном проводнике счетчика пойдет ток, равный по величине току через фазный датчик. И счетчик будет функционировать правильно. Но, как правило, энергоснабжающие организации на это не идут, так как это будет не соответствовать схеме подключения в документах к счетчику. Но попробовать запросить подключить счетчик по данной схеме стоит. В инструкции по подключению к счетчику энергомера C2 я нашел трехточечную схему подключения электросчетчика. Это тоже может быть решением проблемы. Но подключать счетчик по трехточечной схеме подключения энергосбыт тоже не хочет, так как говорит, что будет постоянная ошибка, что ток в фазе не равен току в нулевом проводе. Странно, когда в диспетчерской не замечают ошибку, когда эта разность получается из-за неправильного подключения счетчика. Вполне возможно, что ошибку можно исправить программированием счетчика. Насколько это реально, могут ответить только специалисты по программированию счетчика. Если вы такой специалист, то напишите об этом в комментариях. Но данная схема прилагается только счетчику энергомера C2. Другим типом счетчика для установки на столбах я трехточечной схемы подключения не нашел. Разумным решением является переход на систему заземления ТТ, где схема заземления дома не зависит от заземления линии. Схему вы видите на слайде. При этом мы ПН проводник задействуем как Н проводник, а защитные проводники подключаем к местному заземлению дома. Перемычку между нулевой шиной и шиной заземления удаляем. Тоже хороший вариант, так как не нужно убеждать энергосбыт по-другому подключить счетчик. Подробнее о системах заземления ТТ и ТНСС я указывал в другом ролике. Ссылку оставил в описании. Давайте разберемся, почему вообще такая ситуация с этими счетчиками стала возможной. Все начинается со схемы подключения счетчика. В документации к счетчику нулевой входной клейме счетчика подключается нейтральный провод, а реально на объектах счетчику подключают ПН проводник. У производителя нет схемы, как подключать счетчик линии, где присутствует ПН проводник. Монтажники подключают по той схеме, что есть, не обращая внимания, что нейтральный проводник и ПН проводник не одно и то же. Потом комиссия принимает счетчик в эксплуатацию, также не понимая разницу этих проводников. Диспетчерской не обращают внимание, что счетчик работает с ошибкой и тоже не бьет тревогу. Когда потребитель вызывает работников проверить подключение счетчика, то ее проверяют согласно схеме, которая в инструкции по подключению. Но счетчик по-прежнему считает лишние киловатты. Что делать, чтобы порвать этот замкнутый круг? Нужно, чтобы энергоснабжающие организации и пострадавшие абоненты обратились к производителям, чтобы они сделали схему подключения электросчетчика двумя датчиками тока для домов, которые подключены по системе заземления ТНСС, имеющие повторное заземление. Как примерно должна выглядеть эта схема, я привел на слайде. Добавлен дополнительный провод ПЕ и уже счетчик будет работать правильно. Существующую схему в документации можно использовать для подключения помещений по системе заземления ТТ. И тогда проблем в дальнейшей эксплуатации счетчиков не будет. Вполне возможно, что это видео увидят производители данных счетчиков и доработают документацию самостоятельно. Еще много вопросов по трехфазным счетчикам. Примером такого счетчика может быть энергомера CE308 или трехфазный счетчик Миртек. С ними проблем не происходит, как с однофазными счетчиками с двумя датчиками тока. Я еще не встречал трехфазные счетчики с датчиком тока в нулевом проводе. Поэтому с ними таких проблем нет. Если не доверяете показаниям, то вам помощь видео почему врет электронный счетчик и как проверить электросчетчик, ссылки есть в описании. И несколько советов, как общаться с энергосбытом. Если работники энергосбыта сразу пошли навстречу и помогли решить ваши проблемы, это здорово. Но так бывает не всегда. Тогда нужны доказательства, что ваш счетчик действительно работает неправильно. Собирайте все документы, которые остаются при проверке счетчика. Нужно, чтобы у вас на руках был договор с энергоснабжающей организацией, технические условия по подключению, документы на счетчик. Сохраняйте фото, доказывающие, что счетчик врет. Привлекайте свидетелей. И когда энергосбыт увидит, что у вас достаточно материалов для подачи в суд, он наверняка пойдет навстречу и предложит решить проблему мирно. До суда, по возможности, это лучше не доводить. Это долго и нудно. Я встречал видео, когда люди решали проблему с энергосбытом через суд и в процессе слушаний сидели без света. Вам это надо? Кстати, сейчас даже появились адвокаты, которые работают по искам к энергетикам. У них есть свои сайты, на которые вы можете найти много полезной информации. Но надеюсь, что вы решите проблему мирно и вам компенсируют все неверно засчитанные киловатты. Если будут появляться новые нюансы, запишу новое видео. Свой опыт, как вы решали проблемы, связанные с неправильными показаниями счетчика, пишите в комментариях. Если вам помогли советы из видео, поддержите канал деньгами, которые помогут в его развитии. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком и репостом и до встречи в новых и старых видео.